а у нас небольшое чп ну вернее не у нас рядом с нами стояла вон та яхточка мы сейчас заметили что ее снесло обратили внимание что якорь в воде но она с этого места перенеслась вон туда походу потому что мы не видели что кто-то ехал мы даже не понимаем есть кто-то на лодке или нет а я ее ее это занялся ему выходить а яхта прямо на его машине она реально уехала там никого нет обалдеть там никого нет вообще я не знаю сейчас что делать там динги нету людей нету яхта открыта ее тащит ветром туда хотя ветер не сильный ё-моё слушай может быть марина доехать что-то им сказать не знаю самый прикол что вот этот вот лайнер большой выходит может марина как-то ехать дай мне мою сумку поеду я в марину может быть едут эти хозяева надеемся да вроде бы это они нет не они ё-моё ладно сейчас ветер успокоился до этого ветер был сильный лайнер выходит все-таки не уже ли нельзя было позвать кого-то на помощь видится что яхта стоит там никого нет команды нет на якоре понятно что ее снесло можно было связаться с кем-нибудь по рации с мариной там не знаю техслужбами какими-то спасательными службами чтобы убрали яхту спасли вытащили ее куда-то на безопасное место еще и этот лайнер завелся сейчас и он будет выходить ну этот большой бочком 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 прошел ничего хоть не хотят делать это частная собственность и как бы трогать ее нельзя до тех пор пока она не будет мешаться и большим этим туда или до тех пор пока она не начнет биться об камни такое дело позвонили я нашел 1 грека мы позвонили в дворскую полицию позвонили в администрацию марины в общем то там они сейчас уже будут принимать решение потому что но это не наша работа спасение чужих я прямо скажем потому что вот ее сейчас троньку вот я сейчас тронешь а потом начнется что это мы ее трогали поэтому я сразу но по крайней мере не сообщили вообще станции какие надо было три-четыре места реклама нет и они еще сказали что вполне возможно вот этот вот корабль может отбуксировать эту яхту назад сюда ну как раз буксир и вот как раз он к ней и идет ну если ему дадут указания он сделает да если нет то нет поэтому мы выбрасываем много цепи и не уходим потому что и этот завелся короче все лайнеры отсюда на джиме да но хозяев на яхте нет там никого нет пусто поэтому мы выбрасываем много цепи и не уходим с яхты ну нафиг один раз сорвало с якоря вот а вот сейчас сорвало пустую она уже сильно дальше стал тем вот я ездил она прям ползет у нас по моему хозяева яхты приехали нагулялись их яхта тоже чуть не ушла гулять нет нет все таки это они приплыли ура 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 яхта спасена хозяева приехали южная часть греции знаменитой своими красивыми пещерами а еще огромными глубинами вот сейчас мы ищем якорную стоянку который находится вот за этими скалами и забегая вперед скажу что там нас ожидает большой большой сюрприз на юге греции встречаются часто вот такие вот сооружения старинные вот это вот стена какая-то с оборонительный наверное ерундой а потом дальше мы тоже видели стену такую оборонительную интересно сколько им лет и вот он сюрприз интересная яхта входит в топ самых дорогих яхт называется она леди мойра впервые на ней кстати применились откидные борта которые потом становятся балконами эта яхта может принять всего 30 гостей но экипаж у нее более 70 человек и еще интересно то что в ней есть вертолетная площадка в ней есть аквапарк сауна и так далее и так далее стоимость ее более 200 миллионов долларов а мы торопимся домой в море ему уже две недели хочется добраться до дома поскорее конечно море красиво скалы красивые все прекрасно но хочется домой а